Приключения Мартаделла и Фильмона Новости Диктатор Республики Тирании, которого международное сообщество обвиняет в произволе и поддержке собственных строительных компаний, обратился в телевизионном выступлении к своему народу. А вот уже 40 лет я душой и телом строю эту страну и могу вас заверить, что здесь, в тирании, нет ни одного неурбанизированного клочка земли. Именно поэтому я принял решение исправить положение в других странах. Первой насущной задачей будет снос Букингемского дворца, так как это слишком жирно для одной сеньоры. На этом месте будут построены дома социальной защиты с трех-четырехкомнатными квартирами вдоль всей улицы, которые мы начнем вручать в ноябре 2007 года со всеми их окнами, шпингалетами и прочим дерьмом. Отверг английской королевы последовал незамедлительно. Рекомендую этому тиранчику вместо тупых угроз заняться получением школьного аттестата, что пошло бы на пользу его стране. И хочу пожелать этому карлику с густыми бровями не страдать ни от каких комплексов неполноценности, несмотря ни на визгливый голос, ни на хвост под пиджаком. И возвращаясь к нашим новостям, растут слухи о возможной краже секретной установки из генерального штаба суперразведывательного управления. Нет, 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 нет. Категорически отрицаю. Никто ни у кого ничего не крал. И кроме того, жулик был полностью опознан и точно известно, что этот мошенник у нас делал. Синьор Филимон Можно узнать, что вы делаете? Мы решаем, кому пригласить вас на ужин, синьоритофелия. Ох, Мортаделла. Не плачьте, синьор Филимон. В следующий раз я пойду с вами. Если он плачет из-за этого, не надо. Вчера и тот, кто должен вводить коровку пощупать тропу. Это была шутка, Афелия. Просто шутка. Тихо, тихо. Синьоры, надо вернуть деморализатор во что бы то ни стало. Наша организация СРУ не постоит перед расходами. Речь идет о миссии высшей секретности, где потребуется золотая карточка на безлиминтные расходы, высокоточное оружие с лицензией на убийство и талоны на обеды в дорогих ресторанах. Все это в распоряжении лучшего и наиболее подготовленного из агентов. Представляю вам... Суперагента Фредди Массеса. Синьор Массес спешно прибыл из-за границы на личном реакторе. Чтобы взять на себя эту деликатную миссию. А знаете, мне казалось, что для этого дела требуется особый человек, беспокойный... Семь и девяносто семь возведенные в Пи. Что он хотел сказать этим Пи? Я только что решил нерешаемое уравнение. Энтропия тел в необратимом растяжении. Семь и девяносто семь возведенные в Пи. Конечно, это же уровень моря. Синьор Массес, доктор Ганорис Кауза квантовой астрофизики в Гарвардском университете говорит по тринадцати языках и двух китайских диалектах. Ах, так? Это непереводимо. Это непереводимо. Считайте, что деморализатор для войск у вас в кармане. Объясните мне, как этот пляжный голубой найдет деморализатор? Так, подожди, ему потребуется машина. Получай, я уже загрузил ему фургончик. Вы найдете мой спортивный автомобиль у ворот. Не верю своим глазам, он у вас без капота. Ну, я же на прошлой неделе оставил его вам. Да, чтобы мы его помыли, вы не оставили нам даже ключи. Хорошо, смотрите-ка, смотрите. Наконец, хоть один мужчина в конторе. Не обижайтесь, для вас у меня тоже есть одна топ-миссия со спецтранспортом. Хорошо, как скажете. Итак, наша лаборатория уже не является надежным местом, так что вы займетесь ее перевозкой. В вашу задачу входит перемещение, охрана и аккуратная упаковка изделий, а также проверка и контроль. Для всего этого я выделяю вам самоходную установку, которая двигается с помощью осьминогов, крылатых рыб, шкивов на струнах и корзин с взаимозаменяемыми деталями. Поскольку вы супер, мы секретный агент, и не кажется ли вам, что переезд, который вы нам поручаете, это полное дерьмо? Ясно, что это переезд. Пара слов. А вы чего хотели? У вас был строгий приказ охранять коммуникации с шести утра. Но еще нет шести! То, чего я боялся, шеф, это молочные зубы, которые я вам выдал супер для беспроводной связи. У вас всего два часа, чтобы перепрятать изобретения. Мне все равно, куда вы их спрячете. Увозите хоть к себе домой. А сейчас вон отсюда! А нет ли у вас другого поручения, более сложного? Сеньор Филимон. А вы слышали о кубке, из которого Христос разливал вино между своими апостолами? Так это же кубок Дэвиса? Нет, речь идет о Святом Граале. После того, как вы закончите переезд, вы его раздобудете и отдадите лично мне. Заметно. Святой Грааль. А вы им хотите без упаковки или завернуть как для подарка? Сеньор Филимон. Я слушаю. Вы балласт. ДОСТОБОД ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олли! К черту все! Послушайте, вы не могли бы протянуть мне руку помощи? Я говорю так, потому что рабство уже не в почёте Я протяну руку Но только к вашему голову, если вы не закончите быстро разгрузку этого хлама бактерио Что, фельдер Филимон, новая машина? Ну что, это с работы А ну-ка Давай, тирана, к оружию! К оружию! И есть кассетник Двойной компакт-диск и АБС И откидные сиденья, чтобы баловаться Да, только не знаю, как они откидываются назад Посмотрим, может быть так? Что вы делаете? Спасибо за помощь Вряд ли всё это поместится в доме вашей матушки, да ещё с её характером Что вы сказали насчёт характера? Улыбнитесь, приятель, я уже начал работать над антидотом РДВ Реаниматор для войск А у него есть будущее? Какого чёрта? Ничего, невозможно Ноль, забудьте Синьёр, супер, я напоминаю, что этим вечером у нас финал чемпионата по шарам Подтвердите чётки? Конечно Да, но вы договорились Бюргер Кинге с папой посетить нотариуса Я буду там Да, но это в один и тот же час Ради бога, уйдите, если б я мог раздвоиться Бактериус, что с вами? Моя машина Курносая, можешь мной располагать Меня не удивляет, сынок, с такой машиной? Готово, шеф, смотрите, как здорово Вам нравится шрифт? Ну, надо же Долой, тирана Филимон, какие трудности? Понимаете, как раз сейчас Как раз сейчас оставьте все дела и немедленно везите в мой кабинет машину для копирования людей Уже везём Ну вот, меньше разгружать И чтобы не потерять ни одного винтика, Филимон Остановите эту машину, Мартаделло Что мы наделали? Да, сеньор, да Возьмите ракету Филипили, пятнадцатого калибра Не думаю, что Супер очень расстроится Нет, но... Да, ещё вы привезёте ему эту деталь Поэтому я не думаю, что он... Поднимите Мы собираемся, но теперь, думаю, придётся опускаться В свободном падении Подожди, красавка У меня три минуты и двенадцать секунд Хочешь прокатиться на спортивном авто? Бэйби Я без ума Но вы должны убедить Супера отпустить меня немного пораньше Машина для убеждения Американская технология С этим чудом можно убедить вашего шефа, что я Уолт Дисней А вы белоснежка Хотелось бы увидеть, как он этим огурцам и жестью убедит кого-то в чём-то Это естественно, что вы не верите Потому что вы две курицы несушки Вы начинаете затрагивать моё че-ко Че-ко-ко Что с вами, шеф? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дать тебе молотком по голове? ДимаTorzok 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 ДимаTorzok